Для чего вы приезжали в Россию? Как хотели его? Я приезжал принять участие в акцию памяти Бориса Немцова. Я знал его личное, и для меня это личная потеря, поэтому я хотел возложить в суде на место, где его убили. Чем аргументировали правоохранительные органы ваше задержание? Ну, ничем не аргументировали. Для меня так и осталось, что это чистый тайник. Потому что сегодня должен был быть суд, где надеялся, что он должен слышать, что он же меня обвиняет. Но вот я сегодня утром отозвала все претензии, суд не состоялся. Я в своей претензии к МВД не отбываю, потому что обращались со мной наручные все, какие есть права. Я попросил врача, вызывали. Адвокаты ко мне так и не пустили. Через 5 часов нахождения в ЧАК. Консул опустили, допустили, через 5 часов. Вам удавалось связываться, возможно, с представителями украинской стороны, возможно, с консульством? Консул в Украине 4 часа простоял возле полицейского отделения Китай-города, прежде чем его допустили ко мне. Я подал заявление, где я написал конкретно, что происходило, где я прошил имя виновный вид. И я написал заявление по поводу изменения, по поводу того, что они не допускали врача и адвокаты. Также мои адвокаты написали заявление в прокуратуру, по поводу того, что их не допускали. Вы не боитесь каких-то агрессивных действий со стороны движения «Антимайдан», которые высказывались за ваш арест накануне? Слушайте, я, если бы я что-то боялся, я бы, наверное, в Москве не приезжаю. Вы собираетесь ли приезжать, возможно, в дальнейшем в Россию, возможно, на прощание с Борисом Невцовым? Ну, она же завтра будет. Нет, я улетаю сейчас. У меня сессия Верховная Рада сегодня, завтра. Я хотел это сделать вчера, к сожалению, не так не дали. Могу одно сказать. Мне Россия не чужая. Я учился в Москве, русскоязычный человек. Мне очень больно смотреть, что сделать в России режим в жизни. Это ужасно.